Сразу и не подумаешь, что именно этот человек, пропалывающий грядки, самый настоящий герой. Курмамбек Ахмедов во время июньских событий в Аше спас сотни человек и узбекской, и кыргызской национальности. Это было 10 июня. События только начали разворачиваться. В Алабукинском районе, где я живу, собралось несколько тысяч людей, в основном женщины-матери. Их дети учились в Аше. Тогда у Курмамбека Байке родилась идея – привезти всех алабукинских студентов домой. С его помощью из Алабуки в Ош, несмотря на обстрел по дороге, было доставлено порядка 25 тонн продуктов. На обратном пути он привез более 700 студентов домой. По дороге были выставлены узбекские посты. Пока мы их миновали, путем длительных переговоров прошли ровно сутки. Когда мы все же приехали в Алабуку, нас встретили более трех тысяч человек. Большинство было в отчаянии. Если бы мы не смогли доставить детей целыми и невредимыми, ситуация могла выйти из-под контроля. Другой пример настоящего мира творчества показал Умирбек Акимбаев. Приехав в ночь с 9 на 10 июня в южную столицу из Баткена, он укрыл у себя дома более 30 человек узбекской национальности. Пять дней Умирбек Байке рисковал жизнью ради своих соседей, спрятав их. Мне не было страшно, но я понимал, что конфликт начали вовсе не узбеки. Мы с ними всегда хорошо ладили, и я не желал им смерти. Утром они уходили. Как только темнело, люди приходили к нам и оставались ночевать. Мы их кормили. У себя дома они не могли оставаться. Существовала реальная угроза их жизни. И таких примеров, когда люди во время южных событий 2010 года повели себя как герои-миротворцы десятки. И как показывает история, именно во время потрясений люди стремятся сплотиться во имя мира, не делясь по этническим или социальным признакам. Алтумбек Талант Пеков и Сенбек Абыкеев, Общественный Первый канал.